Дорогие друзья, приветствую вас на австрийском канале Harmony. Harmony in Austria. Сейчас мы с вами находимся в земле Зальцбург. Эти паранорамные виды из городка Голинг, Андерзальцах, которые находятся в получасе езды от Зальцбурга. Если вам нравится местная природа, приезжайте, гуляйте. В Голинге есть одно место силы. Очень любила его, когда здесь жила. Ходила регулярно. Сейчас я здесь не живу, но всё равно иногда приезжаю сюда. На вершине горы, куда я сейчас забираюсь вместе с вами, растёт шикарное дерево. Растёт очень старый клён, с которым так приятно пообниматься, поговорить. И загадывать желания. Я считаю, что деревья, особенно старые деревья, являются некими проводниками между Богом и нами, между небом и землёй. И если есть какие-то желания, то надо их нашёптывать деревьям. Единственное, конечно, что зимой, по моему мнению, они спят. Лучше это делать весной или летом. Но подпитаться энергией всё равно от дерева можно. Подпитываясь энергией, хожу по своим любимым местам силы. Сегодня вам хотела рассказать о своих московских свиданиях. Знаете, я прихожу к такому выводу, что ни одно свидание не бывает случайным. Из каждого свидания нужно выводить какую-то информацию. Нужно чему-то научиться. Окей, первое свидание в Москве у меня было с молодым человеком. Он был очень симпатичный. В общем-то, поэтому я и согласилась на свидание с ним. Ну, а также, конечно, согласилась, потому что у меня уже сто лет не было свидания с русскими мужчинами. Просто поболтать, просто встретиться, просто поговорить о жизни в Москве. Как оно... То есть, с моей стороны, никогда нету интимной подложки. В отличие от мужчин, конечно, это у них всегда на первом месте. А потом уже какие-то душевные качества и так далее. Но нас с ним сблизил очень интересный факт. Наше свидание началось с того, что ему сказала, вот я приехала в Москву на пару недель. Ну, так случилось, что мама заболела коронавирусом. Всё, тут я не успела больше ничего сказать. И наше свидание на этом оборвалось. Всё оставшееся время мы говорили только о коронавирусе. Потому что его мама тоже, к сожалению, заболела коронавирусом. И он мне рассказывал, что вот он её положил в больницу. И, естественно, он мне начал советовать, чтобы мне такое сделать. Как поступить, чтобы я свою маму тоже положила в больницу. Что там она, мол, будет под присмотром. Стоило это дело, по-моему, 140 или 170 тысяч до полного выздоровления. И он мне сказал, как мне нужно это сделать. В общем, в итоге мы обменялись телефонами. И он мне там по WhatsApp начал скидывать лекарства, которыми лечат. Значит, его мама была не в коммунарке, а в какой-то больнице, которая рядом с коммунаркой. Он сказал, что там даже лучше. Что у него там есть. Он, кстати, тоже на этом сайте познакомился с девушкой, которая работает в этой больнице. И именно вот так сложились обстоятельства, что он через эту девушку с сайта положил свою маму туда. И потом, да, познакомился со мной. И начал как бы спасать мою маму. Ну, своими рекомендациями и так далее. Я у него спросила про путник. Вот, он сказал, что у него дело с этим улажено. И я у него спросила, ты можешь мои дела тоже уладить? Он сказал, я постараюсь. Не знаю, пригодится ли мне это или не пригодится. Ну, в общем, оно есть на всякий случай. Какие у него были ко мне намерения? Первое. Конечно же, интимные намерения. Это 100%. Но так как речь зашла о болезни моей мамы, и так совпало, что его мама тоже сейчас болеет этим, то этот интимный чат передвинулась. И только когда моя мама выздоровела, тогда он уже сделал попытку номер два. Причём было это всё так нелепо. Он приехал уже под ночь. Ты не могла бы выйти на пять минут. И начал приставать ко мне в машине. Ой, обними меня. Ой, я устал. И прочая хрень. Я ему сказала, слушай, мне уже не 15. Чё ты меня тут как девочку разводишь? Вот. И пошла домой. Не знаю, обиделся он на меня, не обиделся. Ну, вроде бы, чё-то ещё потом писал. Так что, я думаю, нормально. Просто мужчины, они когда понимают, что с женщиной ничего не будет, да, ну, отношений не будет. Они хватаются за последний шанс, за последнюю ниточку, и пытаются эту женщину поиметь хотя бы с интимной стороны, да. Если уж не получится отношений, ну, ты хочешь что-то, у меня-то должно с ней получиться. Этот парень, он работал личным водителем. Сведание номер два. Работает в логистической компании. Ну, тоже где-то под 40 лет. Ему ненамного младше меня. Был женат на украинке. Детей у него нету. Своеобразный. Интересный. Ну, у него доход повыше, чем у личного водителя. Либо просто у личного водителя деньги ушли на коронавирус. Но этот молодой человек пригласил меня в ресторан. Классный бельгийский ресторан. Мы с ним посидели, выпили бельгийского пива. Я ела какое-то вкусное блюдо. Он тоже. Очень был интересный разговор. Он делился своим жизненным опытом. Как он пробовал начать жизнь с нуля в Америке. Получил американскую виду. Не знаю, то ли выиграл. Я уже забыла. И просто поехал туда и подумал, а может быть, вот мне попробовать подзаработать физическим трудом. И устроился чисто спонтанно в какую-то фирму и поработал один или два дня грузчиком. Рассказывал мне о своих путешествиях. Мне понравился, честно. Он такой разносторонний и так далее. Много у нас с ним общего было. Уходить не хотелось. Он говорит, может, еще по пивку закажем. Но знаете, у меня есть такая фишка. Я не люблю затягивать первые свидания. Я считаю, что пару часов нормально. Не надо вот это растягивать. Потому что потом сейчас просто мужчина находится в состоянии эффекта. А потом у него вся эта информация уляжется. Он немножко отойдет, успокоится. И тогда он уже примет решение встречаться с вами еще или нет. Не надо. Вот сразу в первый день много на него... Ой, ребят, я вас трясу. Извините. Тут просто такой снег. Видите? Ой. Снег не очень хорошо стоптан. По итогу он меня спросил ватсап. Но я, ребят, не люблю вот эти все ватсапные переписки. И ватсап я ему не дала. Я сказала, ну, телефон ты мой знаешь. Говорю, если хочешь, звони. Но сейчас мужчины такие. Они очень любят переписываться ватсап. Все дела. Вот это вот. Спрашивать, как дела. Что делаешь. Фоточки всякие высылать. Просить, чтобы ты фоточки прислала. Ой. Не знаю. У меня нет на это времени. Поэтому ватсап я ему не дала. Ну и вообще не дала. У него была, по-моему, еще одна попытка. Но у меня тогда не получалось встретиться. И он как бы забил. еще встречалась с парнем. Ну, знаете, они и так все приблизительно были под сорок. Я сейчас уже точно не помню. У него такая была интересная прическа. Тут было побрита. А верхняя вот эта шапочка волос была собрана хвостик. И он этот... И он тут такой, типа, пучок сделал. Или маленький хвостик. Уж сейчас не помню. Ну, в общем, выглядел очень прикольно. По-молодежному. Он приехал ко мне. Он живет где-то там на другом конце Москвы. Мне понравилось, что он ехал по пробкам в зиму два с половиной часа. Приехал. И мы с ним пошли в кафе. Ну, так как он уже приехал вечером, то в ресторан уже было поздно идти. Ну, просто там что-то чайку, там что-нибудь такого легенького. Вот. Это он меня спросил, куда я хочу пойти. Я сказала, ну, там неплохая есть кафешка. Давай туда зайдем. Ой. Вот. Так, в общем, могу сказать, что все мужчины в Москве, да, независимо от их профессий, они все были разных профессий, этот был программистом. Все они были платежеспособные. Кто-то более, кто-то менее. Ну, никто не предлагал счет пополам. никто не предлагал встретиться посередине. То есть, все за мной заезжали. Либо я говорила, где я буду, и мы уже встречались там. То есть, я ради кого-то специально никуда не ехала. Так, ребят, я пришла на свое место силы. все ребята были молодцы. Так, что респект. Респект. Никаких пополамщиков, половинщиков и прочее я в Москве не встречала. Ну, конечно, были мужчины, которые такое предлагали, но они не удостоились такой чести со мной встретиться. Ой, ребята, извините, что я вас так трясу, но тут вообще снег. Ой, ой, блин. Вот, ребят, мое любимое место силы. Смотрите, как тут классно. Меня видите? Ой, как классно. Классно, ребят. Какая красота. И небо сейчас такое голубое. Вот, смотрите, какое дерево. Вот оно, дерево силы. Ой, что-то капнуло. Ой, извините за отступление, за мою кошачью радость. Вот, в итоге мы с ним тоже мило побеседовали. Он так очень заинтересовался. Мы с ним два раза встречались. И после каждого раза он мне говорил, приезжай ко мне, я тебе покажу Москву с какого-то там 29-го или 39-го этажа, уже не помню. Он живет на каком-то высоком этаже, в высотке. И все, меня пытался тащить к себе домой. Ребят, я не знаю, я, конечно, понимаю, там, как говорят многие, для здоровья и все такое, мне хранить верность некому, но все равно я не сторонник. Зачем как бы с мужчиной, с которым у меня ничего не будет? Он живет в Москве, планирует уезжать в Канаду к какому-то там другу, который там тоже работает программистом. Ну, как бы к чему, да? Хотя он мне понравился, классный. Вот, этот, значит, меня на это дело тоже не развел. Потом еще у меня был парень, ну, совсем молоденький, сколько ему было, 35, наверное, или 34, где-то так, в общем, чуть больше 30. Он меня пригласил в кино. Мы с ним ходили в кино, не в кино, а на мультики. Я ему сказала, слушай, ну, вот сейчас идет там «Матрица» и другие фильмы, ну, такие взрослые, там, «Человек-паук» там шел, конечно, не очень взрослый фильм, но все-таки какие-то известные, знаете. Он такой, ой, нет, я такое не люблю, пойдем лучше мультик посмотрим. Я такой, думаю, странный, ну, ладно, пойдем. Ну, тоже, естественно, в кафе посидели, потом пошли смотреть этот фильм. Ой, то есть мультфильм, мультфильм оказался охрененный, лучше даже, чем «Матрица». ребят, мультфильм как-то про животных, которые пели в мюзикле. Я сейчас уже забыла название, но этот мультик я вам всем рекомендую посмотреть, может быть, потом в описании под видео я напишу, как называется этот мультик. Офигенный! Я так смеялась, ребят, так просто и смеялась, и шутки были отличные, и графика, и музыка, и песни такие современные. Вообще, мне этот мультик очень понравился. Парень такой немножко не в моем вкусе, он такой немножко деревенский, не помню уже, кем он работает, но он такой немножко деревенский, щупленький такой, худенький, кузнечик такой. Я, естественно, такая пышная грудая, все такое, мы с ним странно смотрелись, но тем не менее мы приятно провели время. Естественно, все эти мужчины за мной заезжали, мы куда-то ходили, потом меня отвозили домой, ну, просто респект, и когда мне сейчас говорят, что вот наши русские парни там стали такие же, как европейцы, блин, я не знаю, девчонки, где вы таких находите, все было отлично, все было отлично. Вели себя как настоящие джентльмены, никто не говорил там на эту тему открытым текстом, никакого абьюза не было, вели себя достойно, у меня об этих мужчинах остались хорошие воспоминания. А теперь такие нестандартные встречи, которые меня, ну, немножко взволновали. Приехал парень, он такой, я сейчас в твоем районе, я могу подъехать, можешь выйти, ну, знаете, такое, такое пробное свидание в машине, да. Парень, конечно, ух, парень, конечно, ух, такой горячий, это я прям реально завелась, такой у него взгляд, ну, он не русский, не знаю, какой национальности, может быть, армянин, может, грузин, фиг знает, он такой был немножко смугленький, очень красивый, там, карие глаза, вообще, я поняла, что это мой типаж, когда у мужчины темные волосы, смуглая кожа, такой взгляд, такой, вот, но, так как свидание происходило в машине, то долго оно не продлилось, ну, сколько я у него там посидела, может быть, минут пять, и когда он сказал, у тебя не жарко так сидеть в твоем пуховичке, смотри, вот мне жарко, и расстегнул, ну, ну, вы понимаете, да, на что он намекал, на что, чтобы я тоже, наверное, расстегнула свой пуховичок, и у него появился доступ к моему телу, ну, это, конечно, где сел, там и встал, со мной такие фокусы не проходят, но, честно вам скажу, парень был сексапильный, ну, наверное, он это знал, наверное, не одна уже девушка оставляла о нем такой отзыв, он, он, знаете, он прям чувствует, что он секси, вот он сидит в машине, от него такая энергия, блин, прям хоть окна открывай, в машине пахнет вот этим вот, знаете, соблазном, флир, там, вот этими всякими феромонами, это было, конечно, сильно, но, к сожалению, он был не джентльмен, такие мне не нравятся, возможно бы, он что-нибудь и получил бы после нескольких свиданий, но он не затруднил седам.